Здравствуйте, друзья! В эфире 3D News Daily с подборкой новостей с тайваньской выставки Computex 2017. Intel представила процессоры серии X для материнских плат LG 2066 на чипсете X299. В списке дебютантов две четырехъядерные модели KB Lake X Core i5-7640X и Core i7-7740X, а также три Skylake X, шестиядерный Core i7-7800X, восьмиядерный Core i7-7820X и десятиядерный Core i9-7900X. Skylake X увеличен кэш второго уровня и количество линий PCI-Express 3.0, реализованный четырехканальный доступ к памяти и большее количество ядер X86-64. Все эти процессоры поступили в продажу одновременно с анонсом, но есть еще четыре модели Core i9, о которых известно пока немного. Теплопакет 140 Вт и выше, 44 линии PCI-Express и от 12 до 18 ядер в зависимости от модели. Младший из них Core i9-7920X с 12 ядрами будет доступен в августе по цене 1200 долларов, об остальных информации нет. С подробными характеристиками и ценами вы можете ознакомиться в заметке на сайте, ссылка в описании ролика. NVIDIA на своей пресс-конференции анонсировала платформу MaxQ, которая должна прийтись по вкусу любителям игровых ноутбуков. MaxQ — это общее название комплекса мер, призванного сделать портативные геймерские системы более тонкими, легкими и производительными. В него входят различные аспекты, такие как конструкция системы охлаждения и внутренних компонентов, а также драйверы GameReady с поддержкой специальных функций. Одной из них является режим Whisper Mode, ограничивающий кадровую частоту на приемлемом уровне для уменьшения тепловыделения и снижения шума вентиляторов. На сцене босс зеленых Дженсен Хуанг демонстрировал прототип нового Asus ROG с ускорителем GeForce GTX 1080. Толщина устройства всего 18 мм. Будут и другие решения от различных партнеров, включая Alienware, Lenovo, MSI и так далее. Конкретные характеристики новых машин NVIDIA не называет. Цены тоже под вопросом, но ждать осталось недолго. Первые аппараты на базе MaxQ поступят на рынок 27 июня. Вскоре после этого Asus показала ROG Zephyrus — самый тонкий в мире ноутбук с GeForce GTX 1080. В профиль он еще изящнее, чем прототип зеленых всего 16,9 мм. Для сравнения, толщина последнего Razer Blade Pro составляет 22,5 мм. Да, друзья, настал тот день, когда геймерские ноутбуки стали соревноваться в толщине, как ультрабуки и смартфоны. Характеристики впечатляют. Топовая конфигурация включает Core i7-7700HQ и 24 гигабайта оперативной памяти, плюс Full HD экран диагональю 15,6 дюйма и батарея на 50 Вт-часов. И все это весит не больше 2,2 килограмма. Интересно, что ноутбук назван в честь Зефира — бога западного ветра, который у древних греков ассоциировался с неукротимой силой природы. Видимо, сама Asus вложила в название представления римлян, считавших его легкое дуновение признаком приближающейся весны. Римский вариант, очевидно, больше по душе тем, кто не хотел бы изжарить ноги новым производительным флагманам. Больше новостей ищите на 3dnews.ru и не забудьте подписаться на наш канал. До встречи, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok